Лето без интернета. Школьников Самары возвращают на спортивные площадки. В городе стартовал турнир по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Соревнования проводят уже шестой год подряд. Количество участников растет. Как сделать каникулы интересными и полезными в нашем материале? Все, кто решил, что лето не для планшета, а самое время взять в руки мяч и попинать его во дворе. Если раньше за это призов не давали, то сегодня можно и кубок получить, и открыть себе двери в большой спорт. Хотя Виталий признается, в спорте ценит нечто другое. Спортом занимаешься, отрабатываешь некоторые действия, скорость развиваешься в себе. На поле все как в большом спорте. Отличие одно здесь две возрастные группы – 10-11 и 12-14 лет. На трибунах в основном родители, а уже за ограждением болеют одноклассницы. После такого победного гола самое время подумать о карьере. Ты играть хочешь? В Крыльсоветах. Я в Барселоне. 16 команд и только три места на пьедестале. Турнир «Лето с футбольным мячом» впервые провели в 2009 году. Сейчас сложно поверить, но тогда в нем участвовали 100 ребят. Спустя 6 лет количество дворовых спортсменов перевалило за несколько тысяч. Уже на протяжении нескольких лет более 30 тысяч мальчишек и уже и девчонок. Даже у меня несколько поменялось отношение к женскому футболу. Когда я увидел, с какой бескомпромиссностью девчонки у нас сражаются. Первый этап турнира продлится до 26 июля. Затем сильнейшие примут участие в финале. Во втором этапе, который пройдет в августе, состоятся групповые, зональные и стыковые матчи. Дарья Болгова. Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова